У моего доклада есть две части. Первая относительно того, что отражено на экране. Вторая о том, что, собственно, это дает и значит для стиховедения, или, может быть, это и не значит. Ну, вначале надо сказать, с чем мы имеем дело. Песня о гулигуме — это, соответственно, хетская версия некоторого хурийского мифа. Ну и, соответственно, была издана, соответственно, в 1951 году Бютербоком, который, собственно, собрал этот текст. Он, соответственно, существует в виде трех таблиц. Ну, то есть весьма относительно существует в виде трех таблиц. А о чем дальше? И, соответственно, написал в своей работе, что этот текст имеет поэтическую природу. И упорядочен по количеству слов в строке. Ну, все замечательно. Соответственно, по этой теории, предложенной, разделенной, соответственно, впоследствии всеми исследователям этого текста, говорится о том, что в строке наличество четыре полноударных слов. Ну, поскольку на самом деле, как об этом дальше пойдет речь, в строке далеко не всегда наличество четыре полноударных слова, то все исследователи как-то пытались справиться с этой, безусловно, важной проблемой. Обычно это говорилось о том, что в строке есть слова, которые безударны, и, соответственно, в строке есть то, что он по-русски, наверное, называется двойственным словом. То есть они, понятное дело, это так не называют, а просто слова, которые в зависимости от того, чего нам необходимо, ударные или безударные. Ну, дальше, соответственно, следует отметить, что, несмотря на то, что на херском есть и другие тексты, про которые говорится, что у них есть поэтическая природа, есть даже тексты по-муслим с названием песни, то, в общем-то, все, что имеется про херский стих, это более-менее базируется на данном тексте, который еще и на самом деле не херский по природе, и с более аутентичным объектом. Ну, вот, соответственно, так выглядит текст этой песни. Ну, то есть это некоторые фрагменты, но этого вполне можно состоять себе представление, с каким объектом, следовательно, реально именем дело. В общем-то, большинство из этого представляют собой отдельные кусочки, по которым, соответственно, текст буквально был восстановлен по крупицам, поэтому, соответственно, я сомневаюсь, что отдельная задача восстанавливает этот текст не в, соответственно, в транс-литерации, издавшего Гиттербук, а, соответственно, по оригиналу, потому что, в общем-то, это отдельная совершенно задача. Соответственно, теперь посмотрим, что же будет, если мы обсчитаем. Соответственно, как я уже упоминала, состоит у нас трёх песен. Ну, наблюдаем, сколько колен. Свод в строке, ну, с учётом того, что это строк, и на самом деле во всей песне имеется порядка трёх-четырёх абсолютно целых строк, остальные, соответственно, собраны по крупицам, но большая часть, правда, довольно достоверна. Ну, вот, соответственно, получаем, что в первой и второй песне примерно 30% чужих побольше строк имеют действительно четыре слова. Но тут надо сказать, что на самом деле не четыре слова, потому что из данных подсчётов была исключена критика «ну», которая заведомо государена в хедских текстах, поэтому она точно не может быть полноударной. Да, у меня, в принципе, есть подсчёты, где она включена, но на общую картинку это ничуть не влияет. Ну, соответственно, а в третьей песне ситуация совсем маховая. Мы видим, что большинство строк, если в этом случае может идти речь о большинстве строк, имеет пятисловное количество. Ну, соответственно, не очень понятно, как наблюдение о четырёхсловном характере было, в принципе, сделано. Ну, соответственно, тут надо оговориться о том, что действительно, если мы будем читать двойственные слова, как предложено в работе Кухарстана, то, соответственно, на самом деле даже самые длинные строки, а именно вот десятисловная строка, прекраснейше влезет в четыре полноударных слова. Немножко труднее с теми строками, которые короче четырёхслов, потому что, как их не утихивает, всё равно четыре в них неналичество. Впрочем, и из этого есть некоторые выводы. Ну, тут, соответственно, пробую длину строк в слогах, это только сделано по первой песне, по второй, по третьей ситуации аналогично, и ещё более дурацкая, ещё меньше материала, потому что мы на самом деле не можем знать, сколько слогов в какой-нибудь непрочитанном многограмме, мало ли там, сколько скрывается. Ну, вот, поэтому мы обязаны учитывать только строки, которые относительно целые, то есть, по крайней мере, восстанавливаются как целые, ну и не содержащие многограммы, потому что иначе какие уж у нас данные о слогах. Ну, пик-то на 9,11, да? Ну, в общем, я бы не сказала, что тут есть какой-то пик при таком разброде и шатании. В общем. Соответственно, можно теперь полюбоваться на некоторые элементы этого текста, просто с целью того, чтобы увидеть... Ну, вот, во-первых, это, первое пример, это сверхдвиненная строка. Вот она перед вами, вот в ней делится слов, соответственно, она огромная. Единственный недостаток, что на самом деле, если мы попытаемся выяснить, что это было в реальности, выяснится, что она разбита до неузнаваемости. Реконструируется, но ровно таким образом. А в этой местах не отмечала? Я не отмечала, вот, ну, ну, в общем-то, в общем, остальные есть длинные сроки, стольшее развитие, в общем, в принципе, мы можем положить, что в ферме мы можем попытаться ее разбить на две части, соответственно, тогда, либо считать, что прав, соответственно, просто сказать, что в авторе, вот, давайте, по-моему, сроки очки безударным, вот, но, с другой стороны, вот, следующая премьера, это дирес, строки, которые явно короткие четырех снов, ну, и, возможно, их действительно разбили, ну, в записи было, на самом деле, реально это одна стихотворенность. Ну, все, кроме того, ну, вот, в такой мере, на короткую строку, бывает ситуация, когда перед этим идет вполне размерная строка, и срочая строка это какое-то одно слово. вот, ну, и, соответственно, вот тут пример на то, что, на самом деле, количество слов в этом тексте разное, а вот количество слогов у нас, на самом деле, вот тут, ну, при некотором вкусе отчета одинаково. То есть, в общем, исходя из этого, тут я перехожу к второй части своего доклада, не, собственно, Хецкой, а, исходя из этого, можно сказать, что, во-первых, мы на основании обсчетов не видим, на самом деле, никакой ярко выраженной тенденции, но, с другой стороны, на самом деле, тут, вау, у нас есть, это если мы держимся за понятие стихотворной строки, которая как-то там чем-то выделена, ну, скорее всего, если расчеты верны, в общем, текст реконструирован правильно, то речь идет о том, что, по крайней мере, строка этого хецкого текста не соответствует статистикотворной, если перед нами действительно стихия. Но, в общем, про то, действительно ли перед нами стихия, есть, в общем, разные точки зрения. Некоторые люди не верят, что это был хоть какой бы то ни был стих, но я тут везде ржусь от какого бы то ни была вода. И скажу только о том, что, во-первых, лично-восточный трагедрит лиц, в частности, в предшественниках Акадской шумерской существовало два типа. Ну, в общем, то, как была устроена метрика в других традициях, это в этом времени вопрос совершенно отдельный. Однако же, мы не знаем, что были размеры как основанные на подсчетах слов обычных, по крайней мере, то есть есть текст, которые, которые движдают, что они основаны на подсчетах слов, а есть тексты, в колофоне которых ясно написано, что это там исполняется какую-то мелодию или что-то еще. Ну, то есть тут мы опять же приходим к вопросу о том, что представляется текст. в общем, кроме того мы знаем, что не все стихи, ну, по крайней мере, стихи не всех, которые от того, что признавалось стихами, в некоторых традициях, не всегда записывалось, в общем-то, в строку стихотворный. Например, это, соответственно, записи письма записанной изначально в строку. Но там как раз, если мы анализируем, собственно, тексты, мы видим гораздо более ясную структуру. Можно, соответственно, основанной структуры как-то поделить на строки, сделать какие-то выводы, обостровки. Тут же, в общем-то, пока ясная структура, я не вижу, я вижу только то, что, соответственно, эта структура явно не соответствует делению на строки. Что это более глобально означает, кто знает. Все. Идеальный релакс. Как это делали? Да. Мне кажется, Женя ужасно радует, что есть такая работа, потому что я про каждую после работы это говорю, но правда очень хорошая у нас работа собираются каждый раз в Магаспаровске. Это действительно очень важное направление, и это был некоторый челлендж, некоторый вызов для стиховедения, потому что справиться с текстом, когда вообще-то знаем, что оно, села, батоник или что-то производное, это одно дело, а справиться с совершенно неизученным языком, о котором мы понятия не имеем, какая-то система стихосложения, хуже того, не знаем, стих это оно или проза, потому что вот Женя ко мне приходилось с вопросом, что, ну вот, четыре слова, и вообще вот стих или проза, ну вот мы говорили о том просто, что, может быть, писец, он же нанятый писец, он же как-то красиво все должен написать, и ему деньги вообще за это платят, ну так если он всю жизнь этим занимается, он же знает уже приблизительно сколько слов, извините, лезет на эти более-менее стандартные племенные таблички, так он и прозу так напишет, у него же просто рука набита, ему же деньги-то за красивое писание, или просто так платят, поэтому тут вот к стиховедению вопрос, а как мы поймем-то оно стих вот или проза, так что о том, что такое стихотворная строка, что оно не просто графическое единство, вот полезно было бы нам знать к этому моменту, а мы еще знаем не все, вот, так что помимо автоматического анализа текста, вот это второй тип, который проверяет, что мы знаем и что мы не знаем по стиховедению, а вторая вещь, вот ваш вывод о том, что это, как сказать, что, наверное, они пишут не строками, что вполне может быть в конце концов табличка на андель, что это вообще нужно, так сказать, уложиться куда-то, но вот этот вывод по-наснову на том, что мы, по крайней мере, пока не видим закономерности, или мы видим закономерности, если переделить по-другому. Это скорее о том, что мы объективно, если мы... В общем, тут надо сказать, наверное, пару слов о том, откуда взялась идея считать этот несчастный хелстский стих. Соответственно, может быть, даже Маша об этом скажут больше, потому что она была собственно иноциатива. Дело в том, что, если бы нам представить этот метод, Маша, прощения, я, Мария Мойлина, я странно институтное знание, это не москетский язык. У нас, соответственно, возникла проблема, вышла публикация, в которой, в частности, об ударности и безударности определенных слов в Клавле говорилось на основании политического метра. Ну, причем с такими вполне себе резкими выводами. И мы попросили Жаню посмотреть, насколько тут есть адекватно то, что там написано. И совершенно даже не для меня, я бы даже не задумывался об этом, выяснилось, что с пятьдесят какого-то первого года на самом деле никто этого не считал. При том, что работы по политическому метру вполне себе были, причем это работы известных хитологов, очень серьезных, очень основательных, не обчеркнут, собственно. И все они по большому счету просто взяли и повторили то, что сказал Экитер Борн. Там четыре по-моему ударных слов. И вот, соответственно, автор той статьи, тетя книжка, из которой мы взялись, которую мы читали, он тоже говорил ровно то же самое. Четыре слова, следовательно, если у нас есть строка, и там четыре слова должно быть, значит, все остальные безударные. И на основании этого делаются универсические выводы, что как бы слегка ненормально. Вот. Поэтому, ну мы, конечно, невероятно благодарны Жене, что она села это считать. Вы тоже. Это же просто первый раз, когда за последние сколько, шестьдесят четыре года взял и посчитал. Я так понимаю, что, наверное, какие-то более серьезные выводы имеет смысл делать после того, как будут просто больше корпусов вообще-то, да, и надо бы смотреть фрозу. Нет, но есть все-таки презумпция невиновности, никакой текст не может быть просто так, отверя, объявлен стихами. Презумпция невиновности, это никакие стихи. А мы, нет, а мы, а мы, а что, что, грешный стих, я знаю. Нет, конечно, прозово, но я бы, как нею это. А кто же ты стих? Откуда ты здесь? Давайте ответим. Проваливайся. То, что источник этого текста хурицкий и был, видимо, более упорядочен, некоторый факт. И, в общем, это явно текст, имеющий поэтическую природу. И, соответственно, у Гетербока дословно написано, что большинство строк имеют четыре слова, собственно говоря. Дальше это было повторено в многочисленных работах. Расчеты, соответственно, он не приводил, да ему, в общем, он действительно сделал гигантскую работу, соединив вот это вот воедино, возможности, это прочитать. Но, как бы, собственно, он просто эмфирически заметил, что в большинстве того, ну, как бы, из-за того, что он считал, видимо, хорошими строками, четыре. Вот, если я реально, это считать, что не соответствует действительности. Слушайте, Жень, мне совершенно не пришло в голову, когда со мной разговаривали, а вот после доклада Кати, все, мне тогда пришло в голову. Вы присутствовали, когда она показывала Гаспаровскую разметку? Да, конечно. Слушайте, а вот не могло бы там проблема случится. Или про эти четыре... Блин, это отдельная, проблемный стих, это же отдельная область знаний, отдельная, там, это самая, теория, довольно сильно разработанная, как, где и чего, я ей не владею. Могло быть все, что угодно. На самом деле, это, ну, жутко интересно. если вы выйдете хоть на какую-то методику в получении вот ответов, не совсем, как сказать, некоторые ответы у нас есть. Если мы верим к лохорству, то у него очень стройная теория, какие у нас слова, какие слова, какие, правда, надо сказать, что... Типа Жермунского? Я вам потому, что мы не можем верить. Ну, скажем так, не типа Жермунского все гораздо хуже, потому что у него абсолютно почти бесконечный ряд того, что может быть двойственным словом, в общем-то. и это действительно, я говорю, мы под эти строки можем запихнуть хоть слона. Мы можем там объединить две какие-то супердлинные вот хетские строки отсюда и посмотреть, и вытянется, что они тоже влезут в четыре. Понимаете? Ну, это натягивание все-таки, как-то, как-то, по-личней, как сказать, на свечку. Понимаете, это все-таки... Вы мне еще это продолжали и рассказали по поводу худецкого текста, так сказать, а вы в общем состоянии, так сказать, его будете читать, то вы владеете этим? Ну, в какой-то мере я владею. А первоисточник вам известен? В смысле? Нет, ну, я-то знал где написаны сам эти... Нет, сам эти... сам эти так публикованы конечно же, разумеется, нет, а я же все вполне проще. Есть еще одна, так сказать, не очень, так сказать, подтвержденная, но в свое время я помню, что Топоров, так сказать, этим пользовался, там где-то каких-то наилописных, так сказать, этих, так, модников писал. Значит, методика такая, но может она сработает здесь в одном случае. То есть, по-рухе, так сказать, искать эти самые, значит, так называемые формулы некие одинаковые, да? Ну, то есть, там обращение к богине, вот там что-то там было, что-то похожее, там, аризис, так, 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 вот какие-то такие готовые, так сказать, относительно синтаксические структурки, да, похожие друг на друга, там, в особенности еще с именем собственном, если совпадающим. может метод быть или именом? Они, как правило, эти формулы, они ограничивают синтаксическое пространство. Это не правда, если, во всяком случае, так сказать, там, ну, близкое, ну, количество удалений, так, допустим, на слова, то из этого можно пытаться реконструировать потом стиховую единицу. То есть, положить, что вот эти вот формулы, они наиболее жестко отражают, так сказать, сегментирование. застроить предположение и предположение. Тут, в общем, все строится на том, что формулы, безусловно, некоторые есть, но тут строится ответ на то, что вообще говорят, что такое формула. Мы можем определить формулу двояк, либо это некоторое сочетание повторяющихся сегментов, типа два слова, стоящих рядом, которые, как бы сказать, по статистике не должны бы были этого делать, но некоторые, более связанные, чем в классной математике, должно было бы происходить. Поэтому сочетания с прилогами, например, не являются формулами. А каким-то там красно-девицей является. Ну, в общем, если мы это определяем так, то вообще, это довольно независимо от метрической позиции вещи. В общем-то. Но, скажем так, в теории Парелорда формулы определяются по-другому. Они метрически зависимы. Но проблема в том, что если мы рассматриваем просто сочетание, а, в общем-то, ничего иного в отсутствии как бы прописанного метра мы делать не можем, в общем-то, то, на самом деле, мы даже по тем же блинам выясним, что один и те же сочетания находятся на разные метрической позиции, как показал Николай, в общем-то, относительно недавно. В общем, это очень сильно зависит от того, как мы определяем. А тут, говорю, я бы не хотела говорить, вот мы встретили это сочетание в одной и той же позиции. А кто же знает, на самом деле, это одна и та же позиция. Спасибо. Продолжение следует...